Здравствуйте! С итогами четверга в Казахстане в студии КАПлюс Алексей Рыблов. Коротко о главном. Четверо нефтяников Каражанбай Мунас в Актау объявили голодовку. Их требования совпадают с постующими уже больше суток. В Мангостаусской области работников ИРСА и Каспиан Контрактор. За бастовку вышли 800 человек. В Южном Казахстане в дефиците дизельное топливо. Бензин подорожал уже до 66 центов. Провальные называют врачи и их пациенты гарантированную систему обеспечения казахстанцев лекарственными препаратами. Фонд Аман Саулык обнародовал результаты мониторинга. Первый смертный случай в год Конго-Крымской геморрологической лихорадки на юге Казахстана. Житель Сузакского района скончался от вируса в ночь на 11 мая. За медицинской помощью житель села Сызган обратился 8 числа. Он жаловался на сильное пищевое отравление. Ему провели соответствующую терапию и отпустили домой. Однако мужчина обратился за помощью к врачам уже на следующий день и только тогда сказал, что в начале месяца стрек овец и раздавливал клещей руками. Врачи говорят, что вовремя установить диагноз было невозможно, потому что у больного не было явных симптомов КГЛ кровотечений. Стречка, благо, все. 11 мая в 8.50 утра скончался. Ограничение в разведении крупного рогатого скота введено в Бакинском сельском округе Восточного Казахстана. Там причиной стала вспышка бруцеллеза. По официальным данным, с начала марта зарегистрировано 235 больных животных. Всех их направляют на убой на ближайший мясокомбинат. Владельцы скота уверяют, что их животные абсолютно здоровые. Результаты анализов специально подтасовывают, чтобы обеспечить работой мясоперерабатывающие предприятия. Вспышка бруцеллеза на востоке страны. Сразу в трех поселках Бакинского сельского округа запрещен выпас скота, вывоз молока и мяса. С начала весны здесь выявлено 235 больных коров. По решению местных властей, больную скотину отдали в мясокомбинат на переработку. Инфекция погибает только при термической обработке. Она боится, что у нее сейчас будет кровь брать. Христианка Валентина Певнева предполагает, чиновники лоббируют интересы мясокомбината. Ведь зараженные животные предприятие скупает по 200 долларов. Тогда как на рынке за корову можно получить в пять раз больше. Так у Певневой забрали в забой по дешевке свыше 20 голов скота. Женщины не исключают подтасовку анализов. Поехали разбираться всеми по Латинске, где это брали кровь. Короче, эта кровь где-то провалялась целый месяц, а потом они приехали и нам только сказали результаты, что ваша скотина больная. Несмотря на масштабы инфекции, власти не торопятся объявлять карантин в районе, а крестьян обвиняют в том, что они сознательно нагнетают обстановку. Все наши действия направлены для благосостояния народа того же. Мы заботимся о здоровье этого народа. Больной скот, он и есть больной. И у нас все результаты анализа есть. Если кто-то сомневается в данных результатах этого анализа, мы всегда говорим, подавайте на суд и опровергайте. Желающих судиться с местной властью среди крестьян нет. Пугают судебные издержки. Ветеринар же в свою очередь уверяет, что лекарств от бруцеллеза нет. Только систематическое исследование крупного рогатого скота и ликвидации очагов. Больше нет. Между тем, еще 20 лет назад для предупреждения вспышек бруцеллеза весь скот подвергался вакцинации. Сейчас у восточно-казахстанских ветеринаров таких препаратов нет. Местное производство не освоено, а закупать импорт не по карману. Тем не менее, власти не унывают. Уверен, уже через год смогут полностью справиться с бруцеллезом, а еще через год восстановить и даже увеличить поголовье. Игорь Петров, Евгений Сазин, Восточный Казахстан. Сегодня рабочие компании «Каражанбас Мунай» объявили голодовку возле головного офиса в Актау. Утром было два человека, после обеда присоединились еще двое. «Каражанбас Мунай» входит в тройку лидирующих нефтедобывающих предприятий Мангастауской области и в девятку крупнейших в стране. Владельцами являются государственная китайская корпорация CITIC Group и национальная компания «Казмунайгаз». Мы связались по телефону с одним из участников голодовки. У нас три требования. Внести изменения в коллективный договор, защищающий права рабочих, прекратить препятствовать рабочим нашего независимого профсоюза и увольнение лояльных руководств начальников. Требования нефтяников «Каражанбас Мунай» совпадают с бастующими в ТОО «Ерсай Каспиан Констрактор». В Мангастауской области сотрудники этого предприятия уже второй день отказываются выходить на свои рабочие места. Свыше 800 человек требуют от руководства пересмотра коллективного договора и повышения заработных плат. Последнюю, в свою очередь, намерены через суд признать действия бастующих незаконными. Несколько сотен рабочих структурного подразделения компании «Эни» не выходят на работу. Забастовка в поселке Курык в Мангастауской области продолжается вторые сутки. Персонал недоволен разницей в окладах иностранных и казахстанских рабочих. Требуют повышения оплаты труда, пересмотра контрактных соглашений и признания независимого профсоюза «Каракияк» как равноценного партнера. Контракт работает в пользу работодателя. Переписали трудовой кодекс. И нет ни одного пункта полезного для простого рабочего. Никакого социального пакета, никаких гарантий, никаких выплат. Меж тем, руководство «Ерсай Каспиан Контрактор» считает требования отечественного персонала необоснованными. Как сообщил по телефону специалист по связям с общественностью Аделет Адам, на требования рабочих компания пойти не может. Забастовка нефтяников свидетельствует о системном кризисе в механизмах защиты трудящихся. Так считает генсек конфедерации труда Мурат Машкенов. Перед 2017 годом говорили, что верхи не хотят, а низы не могут. Вот такая вот примерно ситуация у нас напрашивается в этом секторе, по той причине, что старые профсоюзы уже защищать старыми методами не могут, а новые еще сил не набрали, и опыта нет. Да если при том, что механизм защиты отраслевого профсоюза сегодня разломан. И вот это и приводит, я считаю, к тому, что мы сегодня имеем. И эта вертикаль, и эти проблемы отмечаются и у нефти, и у нефтяников, и у газовиков. Такая же проблема у шахтеров, такая же проблема у металлургиков. Представитель Ерсай Каспиан-контрактор заверил, в переговорах с рабочими участвуют два профсоюза. Однако пролетарии утверждают, их просто не замечают. Тимур Ермашев, Мангисталская область, Казахстан. В Карагандинской области на встречу с депутатом парламента Теникеевым собралось порядка 20 человек. Работники компании «Арселор Миттел Тимиртау» хотели поведать мажоресмену о своих проблемах, в числе которых также низкая заработная плата, при этом завышенная в официальных отчетах почти в два раза. Задержки по страховым выплатам в случае травмы, устаревшее оборудование на предприятии. Однако господин Теникеев своим визитом рабочих Миттела не почтил. Депутата люди прождали у дома культуры, пока их не разогнали работники местного акимата. У нее в офисе, она уже сколько, полчаса стоит здесь? Да не беспокойтесь, что здесь такого, да. Знаете, ничего не говорите, мы получаем, собрались здесь, вы ездите? Давайте подпадем. Шахтеры уверены, что «Арселор Миттел Тимиртау» скрывают реальные цифры погибших и пострадавших на производствах. Организатор несостоявшейся встречи, председатель объединения «Шахтерская семья» Наталья Томилова, не теряет надежды, что народный избранник все же придет к своему народу. Ведь за него они голосовали на прошлых парламентских выборах. К слову, Тинекеев недавно был в Караганде, но, правда, встречался не с шахтерами, а с представителями профсоюзов. Но они, по мнению рядовых горняков, не всегда отстаивают интересы рабочих. А почему так сделали? Ну, это уже пусть Тинекеев ответит в письменном виде. Почему так с нами поступили? Ну, это уже дело чести. Ну, не ответит, не ответит. Ну, это уже дело чести. Я думаю, что он не настолько непорядочный человек, чтобы не ответить за свои слова. А вот агентство по статистике сегодня удивило своими данными. По информации главы ведомства Алихана Смаилова, платежеспособность населения растет быстрее инфляции. Другими словами, зарплата казахстанцев опережает рост цен на продовольственные товары и бытовые услуги. По данным главного статиста страны, в то время, когда зарплата казахстанцев выросла на 21%, цены на те же продукты питания выросли всего на 7%. И эти цифры Алихана Смаилова нисколько не удивляют. По его словам, на удорожание продуктовой корзины стало прежде всего увеличение стоимости овощей и фруктов, а также мяса и яиц. Но это, по его словам, сезонное повышение и драматизировать ситуацию не стоит. А удорожание платных услуг не столь значительное, чтобы сказаться на инфляционных процессах, заключил глава статагентства. В номинальном выражении, то есть в тенговом выражении, люди стали получать на 21% больше. Вместе с тем, у нас имеются инфляционные процессы, которые, если вычесть, то в реальном выражении заработная плата у нас составит 11,5%. То есть платежеспособность населения растет большими темпами, чем цены на потребительском рынке. На юге республики, вопреки платежеспособности населения, меняют ценники на топливо. Бензин марки АИ-92 в Шемкенте уже стоит 66 центов. А дизельное топливо, по заявлениям заправщиков, вообще сложно найти. В области дополучают нужный объем бензина. Потребность региона 50 тысяч тонн, однако на деле поставляют около 30 тысяч. Этого не хватает, заявляет владельцы СССР. Председатель ассоциации заправочных станций Кейбек Камбаров только в конце апреля успокаивал Южан, утверждая, что в регионе есть свой НПЗ. А значит, область независима от внешнего поставщика. А теперь в качестве решения сложившейся проблемы предлагают из 520 заправок закрыть часть, потому что их слишком много. Нет заправок без бензина – нет проблем, говорит Камбаров. 92-го бензина, она будет немного не хватать, естественно, не буду говорить, что 40%. Если правильное распорядение будет, правильное распорядение, не всем, например, не 500 заправок. Правильное распорядение будет 300 заправок, и это будет выживание. Мы должны смотреть, как говорится, открытым глазами на мир. То, что наши три завода по-любому не могут обеспечить всю республику. Да, мы зависимы, где-то, я не говорю, до 40%, а в пределах свыше 20%, именно и 92%. Активисты экологической организации «Каспи-Табигат» озвучили сегодня в Астане требования жителей поселка Досор, которые устроили стихийный митинг 5 мая. Напомню, возмущенные люди от местного Кемата двинулись к железной дороге и на 2,5 часа перекрыли участок магистрали Атырау-Кандагач в знак протеста против ввоза серы в населенный пункт. По их словам, химическое вещество просеивается и есть факты отравления среди домашнего скота. Агерима Спанова в продолжении темы. Экологи из Атырауской области просят главу государства призвать к ответу иностранных недропользователей. Они выразили опасения относительно последствий строящегося газопровода Западной Искине «Интергаз Центральная Азия». С его вводом общественники предрекают экологическую катастрофу. Угрозу населению представляет собой и база по хранению серы вблизи поселка Досор в Макатском районе. Наши требования закрыть этот завод по хранению серы, перенести этот газопровод на безопасное расстояние и согласовать, как положено, чтобы это было все. Протестные настроения усилились, когда стало известно, в район начале мая прибыли 16 вагонов вредного вещества. Жители неоднократно просили остановить работу предприятия. Обращались в местный акимат и прокуратуру, требуя не травить людей химикатами. В середине апреля генеральная прокуратура отреагировала, дав задание разобраться с этим объектом и проверить информацию. Реакции на местах не последовало. 5 мая в знак протеста люди на 2,5 часа перекрыли участок железнодорожной магистрали Атырау-Кандагач, остановив движение пассажирского поезда Атырау-Мангышла. Сейчас в отношении инициаторов несанкционированного митинга ведется разбирательство, а также под вопросом и правомерность работы предприятия Досор-Процессинг-Компани. Между тем местные власти заверили, отныне складировать и упаковывать серу будут в другой промышленной зоне. Ведутся соответствующие переговоры с инвесторами. Мы договорились, что или они будут перенести это на другое место, или будем эту базу использовать как для, например, хранения запасов продуктов питания. Приняли мое предложение, но будут это отрабатывать. Районные чиновники в строительстве газопровода Западной Искине Интергаз Центральная Азия не усмотрели никаких нарушений. Однако жители Досора и экологи намерены доказывать свою правоту через суд. Они уверены, при строительстве ветки не учитывались нормы безопасности и экологические риски. Агеримус Панова, Саматор Инбаев, Астана, Атырауская область, Казахстан. Вы смотрите новости Казахстана. Заместителя председателя комитета таможенного контроля подали в отставку, сообщает агентство Кастак, ссылаясь на источник в правительстве. По его данным, пока неизвестно, будут ли замы проходить по последним громким делам, связанных с ликвидацией орггруппировки на постах Харгос и Калжат. В эту пятницу, передает Кастак, состоится назначение в департаментах и по замам. Неделю назад премьер-министр Карим Масимов освободил от должности председателя комитета таможенного контроля Кузя Торпеша Карбузова и назначил на его место экс-главу МВД Серика Баймагомбетова. Накануне газета «Республика», ссылаясь на своего источника, сообщила об аресте экс-главы таможенного комитета Карбузова. Официальные ведомства эту информацию пока не подтвердили. Возможно, это не возможно. Тогда налоговики предъявили Козлову факт приобретения недвижимости в разных городах Казахстана более чем на 130 тысяч долларов. Именно эту сумму налоговый департамент Алматы посчитал сокрытым доходом и начислил около 25 тысяч долларов налога и пени. Однако Владимир Козлов указывал на то, что недвижимость покупалась за счет заемных средств и собственных амнистированных государством денег. Тогда судья вынес решение в пользу фискала. Сегодняшний процесс идентичен декабрьскому. По версии налоговиков, Козлов скрыл в 2009 году около 30 тысяч долларов доходов. Но тот факт, что эти деньги были взяты в долг, а затем возвращены, и при этом их никуда не тратили, ни налоговики, ни судья во внимание не берут. Решение будет вынесено завтра. Я написал, что аналогичным образом предъявляются претензии другим членам этой партии. Мне, как представителям этих людей, которые ходят, газетам независимым, которые пишут про этих людей, освещают их деятельность. Вот этому кругу лиц, там типографии, которые печатают эти газеты, директору типографии. Вот круг лиц, которому предъявляются подобные претензии. По остальным гражданам страны пока этого мы не замечаем. Но, тем не менее, прецедент создается, и подробные решения судов создаются, которые это все усаканивают. Но вот это вот очень страшно. За первичным размещением акций компании Глинкор Интернешнл на биржах в Гонконге и в Лондоне может скрываться факт отмывания денег казахстанскими чиновниками высшего эшелона власти. С таким заявлением обратились представители гражданского общества Казахстана к международным биржам и западным средствам массовой информации, таким как агентство Reuters, Bloomberg, газеты Financial Times, Wall Street Journal. В Казахстане обращение опубликовал интернет-портал «Республика». Сообщается, что Глинкор планирует приобрести дополнительный пакет акций в компании «Касцинк», увеличив свою долю в компании с 50 до 93% акций. Агентство Reuters сообщает, что Глинкор также хочет выкупить 26% акций казахстанской компании и НРС. В обращении подчеркивается, что именно инициативе президента Назарбаева было незаконно приватизировано в конце 90-х годов предприятие «Касцинк», «Казахмыса» и НРС. На сегодняшний день, по нашей информации, владельцами этих компаний являются высокопоставленные казахстанские чиновники. А судя по версии некоторых западных СМИ, сам президент Назарбаев через подставных лиц, Все эти компании были созданы на основе активов, в которых был вложен труд сотен тысяч граждан Казахстана. На сегодняшний день эти компании пользуются налоговыми, транспортными и другими льготами и преференциями. А полученную прибыль в миллиарды долларов инвестируют за пределами Казахстана. Конец цитаты. Государство решило защитить интересы предпринимателей. Пакет поправок в законодательство будет представлен в парламент уже летом этого года. С таким заявлением выступил сегодня председатель Союза предпринимателей Атамике Назад Перуашев. На заседании рабочей группы. Одной из главных инициатив новшества – уменьшить срок или отменить санкцию лишения свободы по преступлениям легкой и средней тяжести. Казахстанские предприниматели в целом поддерживают такие нововведения, но с особой осторожностью. Чего опасается казахстанское бизнес-сообщество, выяснял Иван Тулинов. Казахстан защитит бизнесменов. С подачи Союза предпринимателей Атамикен в правительство готовится законопроект, защищающий права бизнес-сообщества. Председатель Союза Азад Перуашев заявляет, уже этим летом наказания за нарушение ряда статей не будут попадать под действия Уголовного кодекса. И тут же оговаривается – смягчение законодательства не должно соблазнять бизнесменов на противоправные поступки. Нельзя на самом деле стимулировать безнаказанность. Поэтому мы предлагаем, чтобы в случаях, когда схватим за руку мошенника или недобросовестный предприниматель, или лжепредприниматель, он не просто возмещал ущерб, но он возмещал его минимум в двойном размере. Представители бизнеса приветствуют разработку норм, но с трудом верят, что новое законодательство поможет искоренить коррупцию в чиновничьих рядах. По их мнению, развиваться бизнесу в Казахстане мешают госбарьеры. В частности, многочисленные органы, уполномоченные устраивать проверки на предприятиях. Здесь законно эти деньги попадут в бюджет. А так они попадали в карманы разных людей, которые играли роль вершителей судеб этого предпринимателя, нарушивших закон. А в данной ситуации будет попадать в бюджет, эти деньги будут перераспределяться, и попадут они пенсионерам, попадут они и принесут пользу. Впрочем, сторонние наблюдатели отмечают защиту бизнеса – один из пиар-ходов по привлечению сторонников. По мнению экспертов, таким образом Союз Атамике намерен выдвинуть как можно больше своих кандидатов на грядущие парламентские выборы через партию Нур-Отан. Иван Тулинов, Зарина Ахматова, Талабжа Купов, Астана, Алматы, Казахстан. Неправительственные организации сегодня обнародовали результаты мониторинга системы гарантированного лекарственного обеспечения. По данным фонда Аман Саулык, врачи и их пациенты оценивают работу Минздрава в этом направлении на слабую тройку. С результатами мониторинга ознакомилась Юлия Панкратова. На тройку оценили обеспечение гарантированными медикаментами 68% опрошенных врачей и 80% пациентов. Это результаты пятимесячного мониторинга в Алматы семей Караганде и Казаларде. Попрос проводился анкетированием и по горячей линии. По мнению организаторов из фонда Аман Саулык, мониторинг показал провальность госпроектов в области здравоохранения. Также отмечается низкая информированность пациентов о своих правах. И как было написано в программе Саламаты в Казахстане, отсутствует четкий механизм реализации прав граждан лекарственного обеспечения. Результаты мониторинга обнародовали на профильной конференции. Присутствовали представители Минздрава. Результаты опроса удивления чиновников не вызвали. Те сослались на скудность финансирования, выделяемого для обеспечения медикаментами. Бюджет, конечно, не удовлетворяет полностью те потребности, которые по амбулаторному лекарственному обеспечению населению мы должны гарантировать. Мы пришли к выводу о том, что по республике около 30% происходит необеспечение реальной потребности и задержка с лекарственным обеспечением. Представители Минздрава заверили, результаты мониторинга приняты к сведению. Но пришедших на конференцию пациентов смутило. Чиновники не могут назвать точные сроки улучшения ситуации. Вот сейчас мы прослушали, что здесь очень хорошо говорят. Фактически не выполняется и не проверяется. Я попала в больницу, когда упала и разбила голову. Пришла в больницу, мне выписали лекарства по 50%. Я спустилась вниз, во-первых, со второго на землю, землю в подвал, прихожу, у них нет такого лекарства. Списки льготных лекарств очень ограничен. Врачи стараются мне выписать, мне помочь, потому что я, в общем, прослойка из бедных, из пенсионеров. И все-таки нужно больше расширить список для лекарств на годные. Активисты НПО считают, в решении лекарственная проблема может помочь изменение подхода государства к финансированию системы медикаментозного обеспечения. Предлагают ориентироваться на международные стандарты. Юлия Панкратова, Токмалда Кусейнов, Алматы, Казахстан. В Южном Казахстане назревает очередной скандал в сфере образования. Воспитатели детского сада Шемширак заявляют о том, что их незаконно уволили. Вечером заведующая им настойчиво посоветовала написать заявление об уходе. После такого отношения руководство, экс-воспитатели рассказали журналистам о коррупции в дошкольных учреждениях. Марина Низовкина с подробностями. В детских садах Шемкента есть мертвые души и черные списки детей. А на работу берут за мзду в долларах. Об этом на пресс-конференции заявили воспитатели. Решились выступить, потому что их незаконно уволили. Рассказывают уже вечером после работы заведующая детского сада Шемширак вынудила их написать заявление по собственному желанию. У одной из экс-воспитательниц двухлетний ребенок, а работы теперь нет. Я пошла в прокуратуру, написала заявление. Я написала заявление и указала там, чтобы я отдала 800 долларов и работала всего 8 месяцев. Эти деньги кассиру мы сами платим, потому что родители нам принесут, потому что их нет в списке. Я сама именно отнесла это кассирую. Правда, говорят воспитатели, после похода в прокуратуру в детском саду исчезли мертвые души. В городском отделе образования заявили, педагогам обидно. Вот и наговаривают на бывших работодателей. Но заведующего все же наказали. Похоже на всякий случай. Было расследование, но правоохранительные органы ничего не нашли. Когда кто-то уходит с работы, то обязательно начинает искать грязь под ногтями. Но заведующая детского сада получила выговор. Это не первый скандал с отрицающей образованием Южного Казахстана. В начале недели родители школьников заявили, в учебных заведениях процветают поборы. Финансовые полицейские разговоры о коррупции подтверждают фактами. В школах деньги предприимчивые педагоги делали, что называется, даже из воздуха. В Шалдаринском районе начальник района сказала, что придут с ревизии депутаты. Собрала с трех школ 230 тысяч тенге. В Казгурском районе директор школы за 30 тысяч оставил на рабочем месте учительницу. Только с начала года в области против работников образования возбуждено 24 уголовных дела. 10 из них против директоров школ, 10 против бухгалтеров. Положительных примеров борьбы с коррупцией в школах и в детских садах мало, потому что потерпевшие предпочитают молчать. Марина Низовкина, Эльдар Жунусканов, Шинкент, Казахстан. И на этом пока все. Я прощаюсь. Ждите новостей. Субтитры создавал DimaTorzok